В эфире программа День города. Здравствуйте! С обзором уходящего дня вас познакомлю я, Герман Гущин и мои коллеги-корреспонденты телекомпании Город. Главная тема дня. Когда сносит крышу, ураган застал рязанцев врасплох. Дедлайн завершен. Тем, кто не успел заплатить налоги, у ФНС обещает бессонницу. Экшн за 2000. В одном из магазинов Рязани грабитель-неудачник попал на камеру видеонаблюдения. Сорванные крыши и поваленные деревья с такими последствиями урагана накануне столкнулись жители Рязани. Стихия погуляла в городе на славу. Мы собрали самые яркие случаи, которыми выделились в том числе и в соцсетях. Сообщения об упавших деревьях побили рекорд в соцсетях. Ветки падали на автомобили, автобусы, проезжую часть и пешеходные дорожки. Их тут же подхватывал ветер и уносил дальше. За день до шторма прогнозировали, что порывы ветра достигнут 22 метров в секунду. А уже 30 ноября прогноз стал более жестким – до 25. Согласно шкале Баффорта, которую использует Всемирная метеорологическая организация, такой ветер классифицируется как сильный шторм. В ней же добавляют, что ветер этот способен и дерево вырвать, и строение разрушить. Собственно, и рушил. И это только оторванная обшивка. На улице Юната в доме номер 12 вовсе сорвало крышу. А ведь жильцы уже как два года жаловались на хлипкость покрытия. Теперь, видимо, разговор с надзорными органами будет более предметный. Всего же, как посчитали региональные СМИ, ущерб от урагана составил сотни тысяч рублей. Сейчас службы города активно устраняют последствия. Привлекают и коллег из других регионов. Например, в Спасском районе восстановлением подачи электричества в дома занимались две нижегородские бригады. А это кадры с остановки общественного транспорта «Химволокно». Здесь произошла авария, в которой погибло два человека. По предварительной информации, 39-летний житель областного центра, управляя грузовым автомобилем Шанг-Си, не справился с управлением своего авто и совершил наезд на стоящих на тротуаре трех женщин. В результате автоаварии две женщины погибли на месте дорожно-транспортного происшествия. Еще одна была госпитализирована с травмами в больницу. В СМИ сообщили, что 61-летняя женщина получила множественные переломы и травмы. Ее состояние врачи оценивают как удовлетворительное. Пациентки проводят репозицию перелома лучевой кости и устраняют вывих плеча. Госавтоинспекция выступила с важным заявлением к водителям в связи с изменением погодных условий. В сложившихся погодных условиях Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при управлении транспортным средством. В обязательном порядке соблюдать скоростной режим, боковой интервал, а также дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. А всем пешеходам уже МЧС напомнила основные правила. Во время сильного ветра нужно избегать хождения у деревьев и рекламных конструкций, а лучше и вовсе переждать непогоду дома. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. Первый день зимы привнес в нашу жизнь сразу несколько изменений. С 1 декабря Пенсионный фонд России автоматически проиндексировал пенсии трём категориям. Тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет, подавшим заявление на перерасчёт и тем, кто закончил свою трудовую деятельность 3 месяца назад, то есть в августе. Если пенсионер подал в Пенсионный фонд заявление на перерасчёт из-за появления иждивенца, то сумма увеличивается на 30% за каждого иждивенца. А максимум их может быть трое. О других изменениях расскажем далее. Первое важное изменение декабря для всех жителей теперь открыт бесплатный доступ к социально значимым сайтам, даже при нулевом балансе. Всего в списке 371 ресурс, в том числе портал госуслуг, новостные агрегаторы, поисковые сервисы и некоторые социальные сети. Главные условия – сайты должны контролироваться или быть созданными гражданами России, а также не менее половины аудитории этих ресурсов должно находиться на территории нашей страны. Декабрь серьёзно ограничит полномочия кредитных организаций. Теперь в договоре менеджерам банков нельзя будет заранее ставить галочки, означающие согласие заёмщиков на доп. услуги без личной подписи. Также любой из них сможет отказаться от услуг, навязанных при заключении договора кредита или займа в течение 14 дней. Ещё один запрет на принуждение заёмщика держать на счёте неснижаемый остаток для погашения обязательного платежа. С 1 декабря без решения суда провайдеров обязали блокировать сайты, созданные финансовыми мошенниками. Речь идёт о страничках, имитирующих официальные сайты банков и финансовых организаций, а также о ресурсах, на которых предлагается участие в финансовых пирамидах или незаконный доступ к базам данных банков. Помимо этого вступил в силу закон, который обязывает операторов вносить информацию о каждом пользователе сим-карты в государственную базу данных. Такой метод должен помочь в борьбе с телефонными мошенниками и с использованием номеров в интересах террористических организаций. С 1 декабря вступил в силу федеральный закон о маркировке товаров. Документ предусматривает административную ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке, в том числе лекарственных препаратов. Обязательной маркировкой стала для скоропортящейся молочной продукции и минеральной бутилированной воды. При этом за производство, приобретение, хранение и сбы с использованием заведомо поддельной маркировки будет грозить уголовная ответственность и штраф до 400 тысяч рублей. Максим Васильев, телекомпания «Город». Запас витаминов и минералов в период наступления холодов полезен любому человеку. И те питательные вещества, которых многим не хватает, содержатся в морской рыбе. Рязанцам в этом году повезло. В городе до субботы включительно действует выставка продажа «Икра и рыба Камчатская». Мясо рыбы благотворно влияет на дыхательную, пищеварительную и сердечно-сосудистую систему организма. Учеными установлено, что повышенное содержание кислот омега-3 ускоряет гибель онкологических клеток. Мясо этой рыбы очень сочное и нежное. А для рязанцев может стать сюрпризом, что запас витаминов и хорошего настроения можно получить без QR-кода. Выставка продажи «Икра и рыба Камчатская» работает рядом с центральным входом торгового центра «Премьер». Любители морских деликатесов могут приобрести вкусную и полезную продукцию на свежем воздухе. Замороженной рыбы здесь не увидишь, все только свежее, включая икру в привычных всем баночках. Икру в баночках брать – это неизвестно что. Поэтому здесь хоть она открытая, между прочим, они все дают на пробу. Буквально все. Белорыбица, палтус, омуль, муксун, чавыча, нерка, зубатка и многое другое – здесь настоящая раздолье для ценителей качества и вкуса. На выставке представлена рыба слабосоленая, горячего и холодного копчения. И, конечно, настоящий камчатский деликатес, который можно попробовать и приобрести – это икра. Состав натуральный, уверяют продавцы, только икра и соль. Как известно, икра очень богата витаминами А, Д и Е, а также белками, фосфором, кальцием и полиненасыщенными жирными кислотами. Многие рязанцы приезжают на выставку камчатской рыбы уже не первый раз, а некоторые добираются сюда даже из области. Мы уж тут брали, все хорошее. Белорыбица, чавыча. Чавыча мне очень понравилась. Я своим всем сказала, наши все приезжали, все брали. Мы ждем их всегда приезда. Постоянные покупатели говорят, что здесь всегда большая очередь из любителей рыбки. Они отмечают, что деликатесы пользуются спросом. На прилавках представлено несколько десятков видов рыб. Так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Выставка продажи икра и рыбы камчатская расположилась у торгового центра «Премьер» рядом с центральным входом. Она проработает до 4 декабря включительно. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». 1 декабря истек срок уплаты физическими лицами имущественных налогов за 2020 год. Компания по рассылке уведомлений от УФНС прошла успешно. Общая сумма начисления физиком составила почти 2,5 миллиарда рублей. В этом году имущественных объектов у рязанцев стало намного больше. О предварительных итогах налоговой кампании Марина Романюк. По состоянию на 25 ноября физическими лицами уплачены имущественные налоги в размере 1,661,000,000 рублей. Рост в сравнении с тем же периодом в прошлом году на 83 миллиона или на 14,3%. При этом собираемость налогов составляет 56,1%, с опережением прошлого года на 6,8%. Владение имуществом накладывает на собственника определенные обязательства в части по уплате имущественных налогов. Если налогооплательщик не оплатил в установленный законом срок, он автоматически попадает в категорию должников. Работа с должниками требует особого внимания и ведется налоговыми органами нашего региона на постоянной основе. Мы применяем все предусмотренные законом меры взыскания за должностью. В адрес недобросовестного налогоплательщика сначала направляют требования об уплате. Если же должник не реагирует, деньги взыщут принудительно за счет имущества, включая денежные средства на расчетных счетах, объекты недвижимости, транспортные средства, а также через ограничение права выезда за пределы страны. Имущественные налоги граждан – основное наполнение доходной базы рязанского бюджета. Платить их просто необходимо. За счет них город сможет выполнить социальные обязательства и софинансирует нацпроекты. В 2021 году это были инициативы в сфере демографии и образования. Эти и многие другие проекты состоялись, потому что качественно работает управление Федеральной налоговой службы по Рязанской области. Потому что рязанцы сознательно относятся к исполнению своей обязанности и вовремя платят налоги. В целях обеспечения полного поступления в бюджет имущественных налогов администрация города Рязани принимает активное участие в проведении информационной кампании по побуждению граждан к исполнению своих налоговых обязательств через билборды и личную просьбу мэра. Ограбление достойное фильмов Квентина Тарантино и Легая Ричи. Все происшествие попало на камеру видеонаблюдения. Благодаря этому у нас есть возможность все рассмотреть в деталях. В кафе на улице Пушкина врывается парень в лыжной маске. Угрожает он ничем иным, как куском пластмассы. Впрочем, продавец этого пока не знает. Главное тут, как известно, уверенно звучать. Да и казаться выше, поэтому, похоже, парень и полез на прилавок. Тот помогать грабителю не стал. Рухнул. Грабителя, впрочем, это не смутило, и он продолжил требовать от кассирши деньги. Однако женщина оказалась не из робкого десятка и пошла в атаку с бутылкой вина. Но злоумышленник просто оттолкнул женщину. С кассой у грабителя как-то тоже не срослось. Аппарат выскользнул из рук бедолаги. Парень схватил купюры, насобирал мелочи и с горем пополам все-таки покинул магазин. Ушел, правда, недалеко. Оперативники управления уголовного розыска ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела ОМВД России по железнодорожному району города Рязани в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили, что к разбойному нападению причастен 28-летний рязанец. Злоумышленника разыскали и задержали. Парень пытался быть неузнаваемым всеми доступными способами. Во время нападения натягивал рукава на руки, чтобы скрыть отпечатки пальцев. Сразу после выбросил свою одежду, в которой грабил. Но его все равно нашли. Куш его, кстати, оказался не таким уж и большим. Что тут такие? Ну, деньги. Сколько? Больше тысячи, ну, две тысячи. Деньги потрачены. Возбуждено уголовное дело. По статье 162 Уголовного кодекса парню светит до 8 лет. Думать о своей линии защиты он теперь будет в следственном изоляторе. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В Рязань вновь приехала выставка продажа белорусской обуви. В выходящем году это последний визит представителей известных и хорошо зарекомендовавших себя обувных фирм. О том, чем привлекает горожан именно эта выставка, расскажем далее. Визитной карточкой выставки-ярмарки белорусской обуви является известная ферма «Марка». Эта обувь стала популярна у российской аудитории благодаря натуральной качественной коже и приемлемой цене. А дизайн изделий сравним с ведущими мировыми марками. Эту и другие марки обуви, представленные на выставке, объединяет одно очень важное качество – комфортабельность. Все модели, представленные на выставке, имеют удобную колодку и высоту каблука, а надежность застежки и украшений всегда на уровне. Это подтверждают рязанцы, которые ранее уже покупали белорусскую обувь. Ноги у меня проблемные очень-то. И вот приехала сюда, уже в одних лет 7 хожу. И сейчас приехала себе, другие подобрала, потому что ноги с шишки и все прочее не подходят. А сейчас очень хорошо, очень удобно. Я довольна. За 7 лет белорусские осенние сапожки остались в прекрасном состоянии, без потертостей и трещин. Они разносились по ноге, и сейчас Мария себе подобрала такие же, только зимние, с натуральным мехом. Белорусская обувь прекрасно тянется, хорошо согревает ногу, радует ощущением мягкости и дарит здоровье ногам. Я с операцией только, с ногой. Чтобы были теплые и легкие. Потому что у меня уже возраст. Даже после операции на ноге Юрий Васильевич комфортно почувствовал себя в белорусских ботинках и выбрал себе пару обуви. А ведь для старшего поколения зачастую проблематично подобрать подходящую по полноте и подъему модель. Но только не здесь. На проблемные ножки и ориентирована эта выставка. Девочки хорошие, отличные. Потому что я сама скажу, надо людей уважать. Вам нравится, не нравится человек. Пожалуйста. И я всем пожалуйста. Что вам дальше? Пожалуйста. Вот так. Я была у вас девушкой. Обувь прекрасная. Обслуживание необыкновенное. Девушки всех подходят и мерить дают, и застегывают, и все. Обувь чудесная. У нас в Рязани такую не купишь. Она очень мягкая. Не жмет, не трет. Вот я обула сапоги, ноги у меня как в раю. На выставке можно подобрать и зимнюю одежду. Среди широкого ассортимента курток и пуховиков что-то подходящее помогут выбрать все те же консультанты. У них есть хороший опыт работы в своей сфере. Здесь представлены непромокаемые куртки для холодной зимы. 30-ти градусный мороз обладателю зимнего пуховика нипочем. Одежда хорошо пропускает воздух, но не позволяет задерживаться влаги в изделии. Выставка продажа работает включительно до 5 декабря на первом этаже гостиницы «Лович». Куар-код здесь не требуется. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.тв и на наших страницах в соцсетях. Ну а я с вами прощаюсь. Желаю вам всего самого доброго. До свидания. С 29 ноября по 4 декабря свежий улов прямо с Канчатки. Чавыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. Уличная площадка торгового центра «Премьер». Редактор субтитров А.Семкин.